Томсо, скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что провозглашение Эмирата Кавказа было не по шариату и что он нелегитимный? Перефразируй свой вопрос, давай мы его поставим по-другому. Почему я считаю, что это была ошибка? Я здесь не буду говорить, что это было ли это по шариату или нет. Легитимно это или нет, не в этом вопрос. Вопрос там, было ли это правильно, то есть была это ошибка или нет. В этом вопросе здесь не может быть двух мнений. Я придерживаюсь того, что это однозначно было ошибкой. И то, что мы сегодня имеем, то, к чему в итоге вся эта тема пришла, это как раз доказательство того, что это было сделано ошибочно. Не само, вы не понимаете, вот там есть целая череда действий. Сначала объявление нового какого-то государственного образования. Потом дальнейшие действия, которые были направлены не на то, чтобы легализовать государственное образование, а на то, чтобы наоборот привести это образование в организацию, а затем уже эту организацию представить в террористической во всем мире. Поэтому там не просто одна ошибка, там очень много, это череда целых ошибок, которые привели к упадку. И вообще нам нужно понимать, что все то, что не приводит к успеху, все то, что не приводит к успеху, это результат каких-то ошибок. Ведь мы с вами, люди верующие, должны быть убеждены в том, что если мы с вами имели правильные намерения и предпринимали правильные действия, Аллах не может нам не даровать успеха. Мы же с этим все согласны, Аллах нам это гарантирует. Поэтому если мы с вами где-то потерпели неудачу, значит либо были проблемы с нашими намерениями, либо были проблемы в наших действиях. У меня нет сомнений в намерениях, но я убежден в том, что действия были неправильные и у них, и у нас тоже. То есть то, что мы сегодня имеем, оккупированное государство, то положение, в котором мы с вами находимся, это тоже результат ошибок. Это не значит, что только они сделали, а мы не делали. Мы тоже с вами делали ошибки. Мы с вами, я не имею в виду сейчас конкретно общающихся нас с вами, а я имею в виду в целом как народ, как сторонники государственности, мы тоже с вами совершили ряд ошибок, из-за которых Аллах не даровал нам успеха. Это надо понимать. И если мы с вами эти ошибки не обнаружим, их не определим и их не исправим, если мы в дальнейшем с вами опять будем совершать эти ошибки, нет сомнений в том, что Аллах не дарует нам успех. Томсо, почему мусульманские страны мира считают Хаттаба плохим человеком? Он же посвятил всю свою жизнь в борьбе за веру и в итоге отдал на этом пути свою жизнь. А с чего ты взял, Саврон, что его арабские страны считают плохим? Наоборот, в арабской Википедии он очень хорошо описан. Это в русской Википедии ты увидишь там какие-то обвинения в терроризме, хотя он никогда ни в каких терактах не участвовал, на себя не брал никакой ответственности. Арабы как раз таки к нему нормально относятся. Томсо, под мусульманскими странами я имел в виду и Чечню тоже. Наши тоже считают Хаттабу очень плохим человеком, несмотря на то, что он отдал за нас свою жизнь. Но это ложа у нас, не считают его плохим человеком. Может быть те, кто желают Путину здоровья, счастья, на дни рождения его поздравляют, с его портретом ходят, они его считают плохим человеком, это да, но они не могут его считать хорошим. Чеченцы не считают его плохим человеком. Это человек, который приехал добровольцем, стал с нами рядом и воевал против нашего врага, как мы можем считать его плохим человеком. Даже если бы у него были какие-то очень серьезные ошибки, все равно мы бы его уважали и любили, так как этот человек, который ни за деньги, ни за что искренне приехал, и сразившись вместе с нами, с нами в наших рядах, сразившись с этим нашим врагом, отдал свою жизнь. Не уехал даже, не вернулся, понимаете. Он похоронен на нашей земле. Вот как можно его не уважать, его не любить? Как относишься к Малладе Удугову? Почему его не видно, не слышно? Малладе Удугову к любым чеченцам, которые не перешли на сторону России, пока они не перешли на сторону России, вопрос с ними, любые наши разногласия и претензии, это наш внутричеченский политический вопрос. Если же они переходят на сторону России, то это уже становится международный вопрос, российско-чеченский. Поэтому кадыров там и кадыровцы, они перешли на сторону России. Все, они россияне, чеченского происхождения, но россияне, это уже та сторона непосредственной враги. У Удугов же, он находится, хоть и у него другие там взгляды, хоть что бы мы сейчас ни говорили, какие бы претензии у нас друг к другу не были, но это наш внутренний вопрос, внутренний вопрос, и я хочу оставить для того, чтобы мы их обсуждали на чеченском языке, на чеченском канале. Здесь никуда, значит, в подобные темы вникать я не хочу. Здесь только то, что касается не внутренних тем, не внутренней повестки. Как относится к переименованию Ахмат-Юрта, когда Путлер откинет лапы? Переименование любых населенных пунктов, это вопрос жителей этих населенных пунктов. Это не Ахмат-Юрт, это Хоси-Юрт. То, что они сегодня сделали его Ахмат-Юртом, это нежелание проживающих в этом селе людей. Поэтому название будет обратно возвращено, это будет Хоси-Юрт. А вот если сами Хоси-Юртовцы захотят изменить название своего села, то они изменят. Сейчас говорить, что это там Хоси-Юртовцы захотели, не захотели. Хоси-Юртовцы сейчас находятся в таком же состоянии, как и жители любого другого села. Там Бача-Юрта, Яндекутра и любого другого. Да, там, конечно, больше будет каких-то сторонников Кадырова, с ним апеллированных людей, но так как все-таки это из одного села они. Но в большинстве своем это обычные люди, обычные жители, и они точно так же находятся в заложниках этой установившейся там системы. Как только эта система падет, Хоси-Юртовцы будут первые, кто спросит Кадырова за все те преступления, которые он совершал. Веришь ли ты, что Ковчег-Нуха находится в Чечне? Слушайте, я знаю из Урана, что Ковчег пришвартовался, правильно говорить, пришвартовался к горе Аль-Джуди. И правильно будет сказать, то есть не Ковчег находится, Ковчег наверняка уже все, ну его нету, сколько лет его, он не может существовать. Но вот гора Аль-Джуди, находится ли она в Чечне? Я не исключаю, что она может находиться где угодно, так как нам Всевышний Аллах, Господь Миро, не сообщил нам, где находится эта гора. Поэтому находиться она может где угодно. Но считаю ли я, что она находится в Чечне? Нет, не считаю. Удивлюсь ли я, если она окажется? Нет, не удивлюсь. Поменяет ли это что-то глобально, где бы она ни находилась, что-то это изменит? Нет, ничего не изменит. Историю, политику или что-то изменит? Нет, ничего не изменит. Поэтому к этому надо относиться очень просто. Не нужно как-то сильно об этом думать, что-то там пытаться на этом построить, какую-то целую концепцию. Нет в этом ничего особенного. В конце концов, эта гора 100% находится на этой земле. В этом нет никаких сомнений. Она на этой земле. Ну, все, мы согласны, что неправильно говорить, что казахи приняли нас, так как их никто не спрашивал, и они не были отдельным государством. Однако, тем не менее, немало казахских семей помогали нам, чем могли. Ну, вот здесь как раз-таки те, у кого есть вот такая информация, что, допустим, они попали в какой-то населенный пункт, и там какая-то казахская семья или казахские семьи им помогли. Такие люди пусть об этом говорят. Имело ли это какой-то массовый характер? Я еще раз говорю, у меня нет такой информации. У меня совершенно другая информация, и она из первых уст у меня. Поэтому я воздержусь. Я ничего подобного говорить не буду. Если кто-то может, у кого-то есть такая информация, пожалуйста, говорите. Спрашивая о том, как казахи приняли войнахов, я имел в виду в большинстве своем, как приняли. Я знаю, что приняли гостеприимно, но уже не раз замечаю, что Тумсо всегда нейтрально комментирует эту тему. Ты очень правильно заметил. Я ее комментирую нейтрально, потому что я не могу сказать то, что сказал ты, приняли гостеприимно и так далее. Я не знаю, откуда берется. У нас, видимо, разные версии тех событий. Вы должны понимать, что я не через человека знаю об этих событиях. Я знаю непосредственно от того, кто был выслан. Мой отец был в ссылке, он 38-го года рождения, мой отец был выслан. Моя мать родилась в Казахстане. То есть я от первых рук, я первое поколение, которое непосредственно слышало от тех, кто там был выслан. И поверьте мне, у меня нет вот такой вот информации. Поэтому, когда сейчас был этот конфликт, Кадыра там что-то сказал про казахского президента, там что-то с Казахстана начали обратно. И там начали, когда полностью ко всему народу какие-то обращения, какие-то упреки. Я поэтому и сказал там, не надо лом накалять. Это далеко не такая ситуация, где можно вообще в полком тоне разговаривать. Поэтому давайте не будем сильно на эту тему углубляться. У меня нет никаких вопросов, никаких проблем с казахами. Те казахи, которые из числа верующих являются моими братьями, люблю их всех ради Аллаха. Но ничего больше этого я сказать не могу. Здесь я чисто воздержусь. Действительно, здесь я буду придерживаться нейтральной такой позиции. Если нет информации о логике, если выжили чеченцы, значит кто-то помогал, привезли вагонов, выгрузили в голую степь. Как они смогли выжить в таких условиях? Может, русские вам массово помогали? Я тебе про свою семью скажу, как моя семья выживала. Два брата, мой отец и мой дядя. Дяде было 7 лет, отцу было 5 лет. Дожидались вьюгу степей. И во время вьюги шли в совхоз, колхоз, совхоз, где пшеница хранилась в таких больших чанах. Специально это делалось во вьюгу, чтобы следы не оставлять. Вьюга заметает следы. В эту холодную зиму, под эту вьюгу пробирались под этот чан. Был такой специально заготовленный, ну типа сверло такое, да, которое вот вручную так крутишь. Вот этим вот, значит, сверлом. Отец, так как он поменьше, ему 5 лет, его старший брат туда под этот чан его засовывал. Он, значит, просверливал эту дырочку. Потом специально заготовленная была, был такой чопик, сделанный из дерева. Под чан подсовывали мешочек. Два мешочка собирали. То есть, ну два или там сколько они могут унести? Два маленьких ребенка, 7 и 5 лет. Собирали, значит, туда насыпалось. Мой отец передавал своему брату. Когда заканчивали туда, забивали обратно этот чопик на следующий раз, чтобы в следующую вьюгу также прийти. И потом с этим пшеном они возвращались домой, и их мама, моя бабушка, готовила им кашу из этой пшеницы. Вот мои родители выживали вот так. Поэтому мне не нужно рассказывать, понимаете. Побойтесь Бога, как говорится. Мне не рассказывайте про вот эти помощь. Может, я опять-таки говорю, люди разные попадали в разные местности. У кого какие истории, я не знаю. У меня вот такие истории. История с зерном чопиком, это не говорит о том, что ты обратился к семье казаков перед носом, у вас закрыли дверь. Я такого и не сказал. Я разве говорил нечто подобное? Я не говорил, что мы куда-то обратились и перед нами закрыли дверь. Я лишь говорил, что истории у нас вот такие. Вот и все. Там был поставлен вопрос, как выживали. Я просто рассказал, как выживали мои родители. Я не говорю про то, кто куда-то там обращался. Наверное, просто мои родители никуда не обращались. Мои родители рассказывали, как собирали из лошадиного навоза зернышки. Я не хочу это зачитывать. Это немножко такой комментарий, который может привести к фитне. Но я хочу в целом просто на эту тему... Давайте сейчас последний, наверное, скажу, и на этом мы закроем эту тему. У нас нет никаких претензий, никаких обид на казахов. Нет. Казахи, еще раз повторяю. Те из числа казахов, которые являются верующими, это наши братья и сестры, которых мы любим. Ради Всевышнего Аллаха. В целом, Казахстан и казахский народ для нас не является плохим. И у нас нет никаких претензий. У нас все очень хорошие отношения, никаких вопросов. Но каких-то больших вещей я лично говорить не буду. И если кто-то когда-то еще будет пытаться что-то там чем-то упрекнуть и так далее, я на это буду реагировать очень резко. Поэтому я прошу не ко мне. Если там что-то, кто-то кадыров, какие-то, пожалуйста, разборки с кадыровами, с российским руководством, разбирайтесь. Не трогай, не надо трогать народ, потому что это приводит к взаимным упрекам, к ненужным каким-то моментам. Сегодня в Казахстане проживает немалочисленная чеченская диаспора. Это часть нашего народа. Они с тех пор остались там жить. И у них есть какие-то уже и родственные, и близкие отношения с казахами. То есть проблем у нас никаких нет. Вот что важно понять. Но и не нужно пытаться эти проблемы создать, испортить отношения. Вот этого делать не надо. Давайте просто оставим все как есть. Никто ни в чем, никого упрекать не будет. Тогда и вопросов никаких не будет. Субтитры подогнал «Симон» to the Lord. Обда塊. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Бюлером. Продолжение следует...